Шестая симфония Николая Яковлевича вошла в историю русского музыкального искусства как одна из вершин отечественного симфонизма. Премьера ее, состоявшаяся в Большом театре в 1924 году, стала событием большого общественного значения, равным по своему резонансу с прошедшими позднее премьерами 5, 7, 8, 10 симфоний Шестаковича. Современники услышали в новом сочинении Мисковского то объединяющее духовное содержание, которым истинно высокое произведение искусства кодирует свое время, запечатлевая для потомков его главные и нередко скрытые смыслы. Все, без исключения, исследователи идут по пути, заданным самим композитором, который определил проблематику сочинения, как, цитирую ее в цитату 1936 года, «Интеллигентско-невронистеническое и жертвенное восприятие революций и происходившей гражданской войны». В 1922 году у меня созрел замысел 6-й, отчасти в связи с прочитанной драмой «Верх Ронозорий», где также выпукло дается мотив жертвы за революцию. Кажущейся теперь странной в 1936 году концепция 6-й с мотивом жертвы, расставанием души с телом и каким-то апофеозом мирного жития в конце. Опубликованная автором программа «Симфония» оказалась подкреплена и цитатной драматургией. В 1936 году в добавлении к вышеизложенному композитор указал на две французские революционные песни, использованные им в финале, «Сайра» и «Карманьолу». Еще об одном контрастирующем смысловом тематическом плане композитор тогда умолчал, что, конечно, неудивительно. Трудно представить в 1936 году, в год принятия Сталинской Конституции, какое-либо публичное упоминание о религиозной и духовной составляющей в произведении искусства. Вызданный в 1948 году партитуре 6-й симфонии, процитированный Мисковским духовный стих, обозначен самим композитором как русская народная песня на странице 270-й. 15 января 1922 года он писал Асафьеву, «Я теперь после Питера все еще пребываю в состоянии полного душевного расстройства. С похорон приехал своей тетушке и решительно не способен ни к какой работе, не говоря уж о музыкальной. Тяжелее всего оставаться одному, не сплю ночи, но тянет к этому ковырянию бесплодному и разъедающему. Иногда я думаю, что кончился не только как художник. Мне ничего не идет на ум и ничего не удается насильно. Откуда же вы говорите шестая? Да, если бы она и варилась бы, то вы бы о ней больше знали, чем кто бы то ни было. Я вам летом давно показывал набросок первой темы, вы еще нашли его для меня совсем необычным. Но с тех пор ничего не прибавилось. Что за первая тема? Мисковский имел в виду первую тему сочинения, которая, если спроецировать на нее достаточно обтекаемые формулировки данной Иконниковы, что опять же для советских времен объяснимо, имеет прямую, я не понимаю, почему об этом никто не заметил, прямую текстовую расшифровку. Вот первые такты симфонии, тутинные, возгласы оркестра. Иконник вспоминает о том, что Мисковский говорил ему, как сильно на него произвело его пребывание на революционном митинге, где оратор выкрикивал «Смерть, смерть, смерть! Смерть врагам революции!». Вот это нетипичный для него ход, нетипичное начало сочинения. В личном архиве композитора, охраняющемся в Аргали, содержится программа-концерт в Малом зале Московской консерватории, которую он посетил через неделю после процитированного письма от 15 января, где он писал «Мне ничего не идет на ум». Это была, как обозначено в программе, концерт-лекция старобрядческого хора Якова Алексеевича Богатенко, обозначенная в афише так, ну, конечно, зашифровано «Домашнее пение в Старой Руси». Программа носила четкий тематический характер, характер и легко угадывается ее основная идея. Первое отделение — это образцы знаменного, крюкового и демественного пения. А второе отделение было посвящено духовным стихам, стих о пустыне, о золотой книге и всего десять стихов. Исполненные духовные стихи были выстроены драматургически. Так, например, когда хор Богатенко пел во времена, как тогда наговорили, германской войны, а не Первой мировой, в России ее называли германской, то программа строилась сугубо патриотически, и всегда они выходили на пение государственного вина. Здесь же программа была выставлена следующим образом. «Открывал ее стихо пустыни. Кто бы мне поставил прекрасную пустыню, кто бы мне построил не на жительном тихом месте, чтобы мне не слышать человеческого глаза, чтобы мне не видеть прелестного сего света». Это, как указывал Богатенко, все напелы указаны, их происхождение, как у Вова рукописного сборника Витебской губернии. И последнее, из всех я не перечисляю, всю программу, это было очень большое отделение, это был фактически целый отдельный концерт в рамках отделения, поминальное, которое звучало многоголосием. «Да помянет Господи род Ваш племени и отцов Ваших матерей, дедушек, бабушек, всех же по имени, Господь же их знает. Запиши их, Господи, в грамотки церковные, понеси их, Господи, за престолы святые духовные, сотвори им, Господи, вечную память». Народный напев «Гармонизация римского корсу», как оказывает Богатенко. Мисковский использует не эту поминальную, которая, по-видимому, произвела на него и весь этот концерт, колоссальное впечатление. Он берет менее известный духовный стих из сборника Пятницкого, но параллели здесь очевидны. К настоящему времени сложилось представление о том, какие факторы, определяющие содержательный класс шестой симфонии, повлияли на композиторы. И говорили о том, что это были обстоятельства сугубо лично пережитой им двойной трагедии. Трагическая гибель его отца, смерть, в общем, мученическая. Если кто не знает, напомню, он был растерзан просто революционной толпой за то, что он вышел в генеральской шинели. Сестра отца, которая заменила Мисковского мать, умирает вскоре от инсульта в 1921 году, и Мисковский начинает как раз в это время писать шестую симфонию. Но, казалось бы, дневники композитора дают к этому основанию. Умерла 25 ноября тётя, приехав в Петроград после смерти. В ледяной квартире ночью пришли на мысль образы средних частей шестой. Образы, как это складывали. Однако, я думаю, что эсхатологическая концепция, которая сложена в этой симфонии, обрелась и займы полные свои и полнокровные объёмы лишь после посещения Мисковского выступления старообрядческого хора в Малом зале нашей консерватории. Ещё один фактор, как-то тоже не обращалось на это внимания, помимо этой программы, о которой я говорила. Мисковский сам писал о том, что, и я цитировала, о влиянии на него концепции пьесы бельгийского поэта-драматурга, писателя Эмилия Верхорна Зори. А Верхорна – это вообще основоположник европейского символизма, символизма одни из крупнейших столпов его. Он приезжал как раз перед Германской войной в 13-м году в Россию. Но в тексте этих Зорь есть такой замечательный персонаж – «Сельский ясновидец». И вот фраза из его монолога я хотела бы вам представить. «Бегут, бегут леса, равнины мчатся вдали, И буря встала в золотой пыли, Подъемлются кресты на полюсах земли, Для кларастных воронах дни торжества настали». Они летят, как вестники пожара, Как тени, вставшие из глубины земной, Чтоб сеять ужасы вокруг земного шара. Смерть предреченная пришла, Гремят колокола, Земле, носящей плод, Назначен жеребий бренник, Гремят колокола, Гремят колокола, Споем отходную вселенной. Вот, собственно говоря, последний ключик, Который складывает для нас тот мир духовных смыслов, Которым наполнен и переполнен этот замечательный музыкальный текст. Конечно, Мисковский писал в шестой симфонии картину апокалипсиса русского мира и вообще мира. Напомню, что через месяц после премьеры в новом номере журнала «Современная музыка» вышла статья Павла Александровича Лама, ближайшего друга Мисковского. В ней Лам связывал творчество Мисковского ни с Чайковским, ни со Скрябином, что, казалось бы, вполне естественно, и даже ни с Глазуновым, что вполне было бы возможно, если судить по партитуре Пятой симфонии. Он писал о концепции смерти, Лам писал о концепции смерти как главном мучительном идейном обретении Мисковского. И Лам связывал Мисковского с Мусоргским. Когда я впервые прочитала эту статью, я немного для себя остолбенела. Конечно, он давал намёк читателю на итог Хованщины, сочинение, которое постоянно присутствует в мыслях, рассуждениях и в мозге Мисковского, в этой неожиданной идейной близости художественных исканий двух русских композиторов, видится глубинный смысл продолжения традиции отечественной композиторской школы. А шестая представляется нам сегодня стоящей в одном ряду с поэмой «Блока-12», романом Виктора Шкловского, «Семипертальное путешествие», опубликованном в 1923 году, живописными работами Ивана Алексеевича Владимирова, напомню, допрос в комитете бедноты, арест генералов русской духовенства на принудительных работах с пьесой «Бег» Михаила Афанасьевича Булгаренкова. Сочинения эти, созданные в первые послереволюционные годы, представляются сегодня трагической художественной хроникой страны, расколотой Первой мировой и гражданской войнами. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.